Радио 54 Актер Новосибирского музыкального театра Андрей Пашинцев. Андрей, доброе утро. Здравствуйте. Благодаря яркой характерности, выразительности, режиссеры часто привлекают актеров в постановках для самой требовательной детской аудитории. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, расскажите, были у вас в жизни случаи, когда приходилось встречать Новый год в каких-то необычных местах? Вот у нас тема опроса сегодня, мы спрашиваем у слушателей. Ну, необычное место у меня было одно, но это не совсем Новый год был. Но дело в том, что по своему роду деятельности мы ездили по разным театрам, попали в город Магадан. Вот, там есть такой выход скальных пород глубинных, называется Каменный венец. То есть это такое, можно сказать, археологическое место, оно, я не помню, на каком высоте оно находится, но самое было интересное, что я проходил как бы рядом, ну, я там рядом рыбачил, так скажем, и решил залезть на этот Каменный венец, при температуре минус 40 было. Ну, это было просто счастье, что я все-таки туда не долез по одной причине, потому что у меня замерзл фотоаппарат. Думаю, ну, если я туда залезу, как я потом это все как бы покажу людям-то? Замерзл фотоаппарат, и вот мне до половины долез, и пришлось слазить. Но мне сказали, что мне крупно повезло, потому что могли быть обвалы, и там меня и оставить. И это все было вот... Да, это было ближе к Новому году. К Новому году, да. Вот как бы это было необычное место. В самом Новый год это было бы прям вообще хорошо. Да, да. Думаю, тогда бы история закончилась грустно. Грустно, нет. Но дело в том, что все хорошо закончилось, и потом я купил в магазине открыточку этого Каменного венца, и она до сих пор у меня стоит на полочке. Вот. Здорово. Кстати, спасибо вам, что в такой мороз вы к нам все-таки приехали в студию. Это подвиг. Да, да, да. Часто ли приходится играть Деда Мороза? Ну, конечно. И самое интересное, я просто тоже насчет этого вопроса думал, и я думаю, когда же я все-таки начал работать Дедом Морозом? И вспомнил. Оказывается, опять же, не по своей воле. В принципе, раньше я как-то не задумывался над тем, что, ну, Дед Мороз, хорошо бы его там сыграть. А получилось все банально. Я служил здесь в ансамбле песни и пляски, Сибво, вот здесь, на Богатково. Вот. И получился, вызывает меня руководитель и говорит, что, типа, все, Андрей, вот тебе увольнительное в город, пойдешь вот в воинский садик и будешь там Дедом Морозом. Я сначала глаза открыл, я говорю, я никогда в жизни этим не занимался. Он говорит, у тебя одно театральное образование, давай шагом марш вперед, без разговоров. Вот. Ну, самое интересное, что вместо двух сказочек я отработал пять, там семь понравилось, понравилось, тем более дали еще денег. Вот. Вот. И я думал, какая хорошая работа у Деда Мороза. Вот с тех пор... И понеслась. Понеслась, да. Остановиться не можете до сих пор. Да. И самое интересное, что это был 89-й год, вот, и теперь 19-й. То есть, в принципе, 19-й год для меня будет юбилейным. Это 30 лет работы Дедушкой Морозом. Каждый год? Каждый год, да. Что-то особенное, ну, как бы, сложилось уже за это время? Какие-то традиции? Про сценарии? Да, 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 да. Нет. Про поведение. Самое интересное, что вот на моем, на моих, на моих глазах выросло, наверное, не одно поколение ребятишек. Это те, которые приглашали меня вот на дом. То есть, как бы, я их видел вот в трехлетнем возрасте, потом 4-5, уже 13, они уже, уже ха-ха-ха насчет Дедушки Мороза. Но все равно приглашают, слушают, и родители довольны. Это же праздник. Вот, поэтому на моих глазах вот несколько поколений, наверное, выросло. Отличается поведение и роль Деда Мороза на сцене и когда он поздравляет, ходит по квартирам? Ну, конечно, на сцене-то более официально, а в квартире более... То есть, много пафоса, да, то есть, показухи вот этой вот, да? Да, да, вы про сцену. Да, про сцену, да. А когда приходишь в квартиру, у меня просто был такой интересный случай. А пришли в коттедж, вот, значит, заходим, стоит папа такой метра под два ростом, ребятишки. И, значит, когда по сценарию заходит речь, да, как, до того, как бы, мы спрашиваем, что вы приготовили Дедушке Мороза, Морозу, вот, значит, ну, кто-то там одно рассказал, а мальчик, наверное, 3-4 года плохо разговаривает. И там... Ну, мы как бы не реагировали на такие вещи, ой, молодец, как-то длинное стихотворение. Папа подходит ко мне, наклоняется и говорит, он вам загадку загадал. И ни слова не понятно было, а он такой здоровый, у меня, наверное, борода стала отваляться. Ну, в общем-то, все... Отгадывайся. Как вы грудились. А дело в том, ну, у Деда Мороза там же парик, шапка, как бы, уши плохо слышно. А Снегурочка, она как бы поддакивала ему, она рядышком стояла просто, и она услышала одно слово, там, что-то такое, прополозье. Она, санки, что ли? Ага. Да, да, и все. Но это было, конечно... Как хорошо работать в паре все-таки, когда хоть кто-то один, да, что-то слышит и понимает. Да, да. У Деда есть всегда вариант... Да, да, отъехать. Типа, ой, ой, да, я устал, да, или, ой, я не слышу, или не вижу, вот это вот, это вот, это всегда выручает. Да, 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 да. Или, ну, потому что у меня тоже есть практика, забываешь сценарий, ой, что-то у Дедушки там с памяти-то плохо стало, там, что-то, и все-все, и нормально. И никто даже не заподозрит. А вот один раз нас это не выручило. Дело в том, что... Зарплата не дали, да. Нет, просто получилось так. Приходим, опять же, на квартиру, вот, значит, сидит семья, человек пять, наверное, папа, мама. Я говорю, ну, что вы приготовили Дедушке Мороза, ну, по сценарию, там, после шапки такой. Значит, ну, смотрю, мальчик один открывает пианино и начинает играть. Ошибается, ему говорит папа, мама, типа, давай сначала, Дедушке Мороз. Короче, их было пять человек и было пять музыкальных инструментов. А у нас же время-то, оно же ограничено. Ну, конечно, да. Двадцать минут здесь, быстренько переоделись и уже бежим. То есть у нас в течение часа два дома, как бы две квартиры. Мы слушали этот концерт, наверное, около часа. И ничего не могли сделать. Ну, как сказать, ну, все, хватит, что ли? А папа, мама, то ли в раж какой-то вошли. То есть пять человек, один на гитаре играл, другой на скрипочке, третий на трубе. А теперь все вместе, да? Такое ощущение, что вот если бы мы остались, они бы уже оркестром играли. Ой, а что нельзя ни в коем случае делать Деду Морозу, когда вот он выезжает поздравлять на квартиры? Вы знаете, наверное, разоблачаться перед ребятишками. Потому что многие папы, они как бы видят, он пришел в дом мужик, надо его угостить. Вот, ну, типа, вот, давай, Дедушка мой, особенно знакомый. Типа, ну, все, давай, вот, Дедушка мой мой. Снимай бороду, пойдем на кухню. Да, 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 да. Вот этого я категорически не желаю никому, не советую делать, потому что все-таки Дед Мороз для детей, он это какой-то вот символ веры такой. Волшебник. Волшебник, да. И поэтому я вот никогда этого не делаю. Причем сам начинаешь уже верить в то, что ты такой... А есть такое? А как? А как? Это же как на сцене, ты же веришь, что что-то делаешь. А если не веришь, то зачем? Это удивительно. То есть происходят такие вещи, как вот, допустим, у меня было. Я сказал, что посох волшебный, если к нему прикоснуться, загадать желание, то оно исполнится. Вся группа, весь этот детский сад ломанулся к этому посоху, все схватились за него. Давай там что-то PlayStation какой-то там, что-то еще говорить, там еще что-то. Ну, это было, конечно, потрясающе. Я сейчас поняла, что я сижу между двумя Деда Морозами, и надо мне срочно загадывать желание к тебе посох. Пока ты его загадываешь, мы послушаем рекламу. Но ведь наливают люди, вот предлагают, да? Да. Вот как выкручиваться из такой ситуации? Вот не хочется же обижать, да? Я кремень насчет этого. Нет, никогда на работе, как говорится. Ну, нельзя, да. Есть выход. Это мне сказал опытный Дед Мороз. Сказал, надо возить с собой бутылочку. Свою. А там вода. Ну, никто же не знает. И когда что-то такое происходит, ты говоришь, а у дедушки своя волшебная. На стойчках, на шишечках. А там, да, водички, ты раз, никого не обидел, да? И в то же время, как говорится, в форме, да? Нет, ну, я обычно говорю, знаете, Дедушка Мороз на тройке приехал, и он как бы не может... Не хочет еще водительских прав, да? За рулем, да? Да, да, да. И как-то более-менее лояльно относится. Давайте поговорим о том, что состоится совсем скоро. Завтра. А именно завтра, да. Да, на платформе станции метро. Площадь имени Гарина Михайловского в 11.00. Можно будет увидеть Андрея в костюме Деда Мороза, правильно? Собственно, да. Да, там состоится презентация нового театрального вагона, посвященного юбилею Новосибирского музыкального театра. Гоздей ждет экскурсия по вагону, выступление артистов музыкального театра. Да, и Дедушка Мороз. Он вас всех приглашает. Приходите, пожалуйста. В 11.00 завтра Гарина Михайловского станция, да, площадь. Будете петь, будете дарить подарки. Или наоборот, стихи будут Дедушке Морозу рассказывать. Ну, во-первых, это как бы новогодний праздник, вот. И поэтому Дед Мороз там будет к месту, тем более вот под праздник. Как ведущий, получается. Нет, ведущий не совсем так. Как бы то, что, ну, типа, что Дед Мороз благословляет этот вагон. Вот, что он зимой, что вот волшебник пришел. В канун Нового года, да, да, да. Что вот этот подарок вот для всех-всех новосибирцев, да. А есть какая-то песня у Деда Мороза? Песня? Обычно, знаете, на взрослых каких-то мероприятиях поется тост Орловского. Ну, немножко это там слово вставляется. Так, интересно. Сейчас. Друзья мои, я очень горд, что вы пришли на Новый год. И прошу вас всех, чтоб царил здесь смех. Эта ночь дана для утех. Ну, вот как-то так. То есть до этого вот так было, а потом как запел, да? Нет, но Дед Мороз он всегда должен так. Поющий Дед Мороз, это классно. Я в садике работал как-то, и по сценарию мне сказали, а потом вы поете. Я говорю, в смысле? Ну, так, поете. Я говорю, под фонограмму? Нет. Ну, да. Там ждет вас дальняя дорога в этом, нет секрета там, чтобы помочь вам. Ну, в общем, понятно, такой текст кое-как выучил, но очень переживал, потому что, ну, там, ну, опять же, там половина сценария в стихах же. Ну, конечно. Да, и зачастую ты, ну, волнуешься, чтобы не забыть слова. Дети, это действительно очень требовательная аудитория, и она хорошо все чувствует, да? Ну, конечно, естественно. Она фальши не прощает. Были какие-то вот связанные с этим, может быть, курьезы, нет? А курьезы тоже с ребятишками был такой запоминающийся, ну, как бы один из курьезов. Мы тоже пришли на квартиру, и, получается, мальчик взял ее под кровать сразу раз, а там же я ей фокусы показывал, я ей песни, это хороводы надо... А с кем? Стоит мама одна глазами хлоп-хлоп, а мальчик под кроватью. Ну, как бы отрабатывать-то надо. Он стесняется, да? Да, но он вообще не вылез. И вот мы, мальчик, слышь, там, не понимаю, Коля, что ли, его звали, посмотри, вот здесь вот, а вот здесь вот, мама, а вот тут вот мы хороводик, ты не выйдешь, нет? Ну, вот так вот он минут 15 там и просидел. То есть он так и не вышел? Не вышел. А подарки когда? На подарки я ему под кровать, бросил просто туда, и все. Ой, что еще в Новосибирском музыкальном театре готовится новогоднего? Поделитесь секретами. Новогоднего готовится. Или уже происходит? Ну, у нас вот последняя премьера была, это Ночь в Венеции, это такое грандиозное шоу, спектакль, штраус, то есть ты приходите смотреть. Ну, а под самый Новый год у нас вот елочки идут, так что тоже приходите. Перед каждой сказочкой, у нас как бы два в одном, перед каждой сказочкой за полчаса приходите, вот, и проходит елка. Вот где я тоже появляюсь в конце, всех поздравляю, всех спасаю. Вот, ну, в общем, вот приходите обязательно. То есть помимо самого спектакля, еще и вот новогоднее представление. Да, да. С подарками. Ну, подарки... Меркантильный ребенок, я себе. Я раньше, когда, помните, давали вот этим вот родителям пригласительный абонемент, как они назывались, на утреннике вот эти вот, да, у каждого там завода были, да, там, и ты на один идешь, на другой идешь. Ну, собственно, иногда я приходил просто, ну, уже в конце, чтобы получить подарок. Мне вот эти вот все там наряды и так далее мне не нужны были. Вот, но... Вы в детстве наряжались? В Деда Мороза? В детстве? Нет, нет, в костюмы какие-то ходили на утреннике. Вы знаете, мне с этим повезло, у меня мама работала завхозом в детском саду, а раньше же при советской власти, как бы, то ли денежки специально отпускались, то ли это, как бы, было в порядке вещей, делались новогодние костюмы. То есть это не кто-то на руках делал, то есть, а прям какой-то заводской вариант, и поэтому я всегда был то ежиком, то собачкой, у меня был самый красивый костюм. То есть такие прям фирменные костюмы? Фирменные вообще, да, всякие, прям с клепочками, прям с шерстью, с глазками там. Так вот откуда эти костюмы, я думал, что там за мастерица, я вспоминал, у нас была программа, посвященная как раз опросу вот новогодним этим нарядам, у нас как-то мушкетер пришел на утренник, и у него был потрясающий костюм. И успех тоже, да. Ну, конечно, естественно, когда там начали, всегда идет конкурс на самый лучший костюм, естественно, он победил, ну, как бы, даже как-то было, ну, не знаю, обидно, конечно же, было. Я вижу, до сих пор обидно, Саша. Ну, так правильно, что мне все время один и тот же набор этих конец удавали, ну, я, правда-правда, и костюм не менял из года в год, и поэтому. Ладно, все, не буду о грустном, давайте о веселом. Андрей, огромное спасибо, что пришли еще раз в такой мороз. Только Дед Мороз мог это сделать. Прийти в такой мороз. Значит, вы настоящий Дед Мороз. И мы хотим, вы очень много историй нам рассказали, интересных, забавных, но мы еще что-то хотим от вас услышать напоследок. Я хотел бы еще одну историю рассказать. Это было уже в Красноярске. Отличный город. Я люблю Красноярск, на самом деле. Вот, я полностью с вами согласен, но мы были в закрытом Красноярске, там, где спец такое... Зеленогорск? Производство, нет, нет, это девятый, что ли, назывался. Вот. Дело в том, что под осень, где-то примерно, я пошел за опятами. Думаю, ну, скажу, уже так холодно было. И вдруг заблудился. Ну, как бы там тайга, ну, деревья здоровые, вроде пошел сюда, не знаю, куда идти. Небольшая такая ложбина, малинник, и смотрю, мужик в шубе. Ну, собирает, там что-то там передвигается. Я уже рот открыл, чтобы спросить, как пройти, и вдруг слышу, и я понял, что это медведь. Со страха я сразу понял, куда надо бежать. Из леса я вышел, даже выбежал. И вот после этого как-то я фасаюсь вот этих темных уголков лесных. То есть, действительно. Такой навигатор сразу сработал, да? Вот со страху, да, вот со страху. А куда бежать, в противоположную сторону бежать, нет? Я не знаю, просто я уже ни про ветер не думал, что там на меня не думал. Ну, он такой, ну, небольшой, прям огромный был, ну, прям такой, это, серьезный мишка. И сразу раз-раз, смотрю, ориентир куда-то раз, и вышел прямо в город. Вот это было очень памятно. Слушайте, ну, слава богу, что все, да. Да. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.